Красноярский футбольный клуб «Енисей» довольно уверенно начал этот сезон в Олимпировинстве Национальной Лиги. Сейчас наша команда на четвертом месте, у нее в активе шесть побед, одна ничья и одно поражение. И сегодня у нас в гостях главный тренер «Енисей» Александр Тарханов. Александр Федорович, добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос. Вы возглавили «Енисей» в довольно непростое время для команды. Почему все-таки вы приняли решение? У меня всегда приходилось в тренерской работе принимать такие команды, где есть проблемы много и решать эти проблемы. Ну а Красноярское почему принято? Потому что это все-таки мой родной город. Он воспитал меня как футболиста, как человека. Я много лет провел в Красноярске. Ну не много, но 10 лет провел в Красноярске. То есть для вас это был все равно некий вызов, да? Вы его приняли? Ну, захотелось, в принципе, и помочь команде, чтобы встать на тот путь, который дает результат. Судя по всему, вот сейчас пока получается, да? За счет чего удалось укрепить позицию команды? Не, ну мы, в принципе, рокировку сделали большую в составе. Плюс я считаю, что такие, как Иванов, Зотов, Ломакин, Ланин, хотя он получал травму, они ведущие позиции заняли. Плюс мы взяли молодых ребят очень много, которые появляются, там, Песико появляется, Галимов появляется, молодые ребята. Это чьи воспитанники? Красноярска же футбольная школа? Ну, Песико, да, Красноярский, Галимов, Екатеринбург. Ну, я его хорошо знаю, он у меня и в Пиннике был, поэтому я его хорошо знаю, и вот данные, хорошие данные у него. Плюс есть Самойлов, есть еще ряд игроков, вот, молодых. Ну, если говорить вот о молодых игроках, то на кого вы делаете ставку, на какие футбольные? Ну, сейчас я подключаю к составу Самойлова, хороший парень, старательный очень, вот, мобильный такой, мы, как бы, вот, сейчас он выходил в последней игре на замену. Вот, есть Раздорский, хороший, тоже, интересно, так, травму получает Красноярск, да, с нашей школы. Все-таки есть Красноярск, тоже интересный, да, Сахарск, интересный парень. Тоже еще есть моменты, где нужно с ним работать, вот, ну, достаточно интересный парень. Александр Федорович, какие задачи? Кстати, еще есть один молодой мальчик, 2001 года у нас в составе тренируется, Третьяков, тоже очень разумный парень, такой, должен быть хороший футболист. Толковый. Да. Александр Федорович, а какие задачи перед вами ставило руководство клуба, когда приглашало вас на работу? У меня руководство клуба, это генеральный директор и министр спорта. Ну, тем не менее, никто со мной не общается. Какие они вам ставили? Первое, второе? Ну, пока никаких задач нет. Есть задача создания команды, создания коллектива, вот, сплоченного коллектива, вот, сейчас, как бы, наверное, за счет этого, этой сплоченности игры. А за счет чего сплачиваете? А? За счет чего сплачиваете? Да, это было. Потому что, когда есть раздор, никогда команду не сделаешь. Но у вас есть какие-то свои тренерские секреты, сплочения? Конечно, есть. Ну, это взаимоотношения с ними выстраиваешь, как, вот, каждому подход индивидуальный тоже нужен. Вот, поэтому вот этих, в этих моментах я, как бы, разбираюсь хорошо, поэтому у меня всегда команды были дружные. В том, что вы хорошо разбираетесь сомнений, конечно, нет. Психологии, я много о психологии рассказываю, вот, о нервной системе, потому что психология, это в свое время, когда Константин Иванович Бесков, великий наш тренер, был еще молодым, и вот журналист спросил, что на первое место поставите. Он поставил технику, тактику, физподготовку и психологию. А потом, когда Константин Иванович вспомнил 60 лет, этот журналист спросил, а сейчас вы как думаете? Он говорит, первое место – психология. А потом все остальное. То есть быстро бегать и точно передавать мяч – это не самое важное, да? Нет, он будет тогда точно выполнять все, когда устойчивая психология будет. Это не раз тем же, тем много ребят, даже в детской, юношей школе, они выделяются, а потом приходит мужской футбол. И не получается. Не получается. Александр Семенович, но тем не менее, вы какую-то личную, лично перед собой поставили задачу, чтобы… Я поставил, но не буду говорить. Хорошо. Мы вас попросим написать на бумажке, и потом в конце сезона прочитаем. Да, да. Появилась информация, что некоторые футболисты не согласились на снижение заработной платы, и поэтому перешли в дубль. Вы как-то прокомментируете это? Нет, ну мы договорились, мы не можем. Но я в эти деньги не включаюсь, и даже я и не разговаривал с ними. Потому что есть генеральный директор, есть министр спорта, который финансирует и который определяет сумму, которую футболист должен получать. Группа пошла на снижение. Большая группа. Некоторые не пошли, не пошли, и поэтому, естественно, мы не можем их держать в команде. Честно, по игровым качествам я бы их держал, потому что они бы помогли. Но по морально-этическим нормам мы не можем их держать в команде. Что касается ближайших предстоящих планов, расскажите. Ну мы завтра улетаем на игры, у нас три игры выездных. Мы просто с «Факелом» договорились там у них сыграть, потому что если мы пусть завтра играем с «Волгарем» в Астрахани, то потом надо лететь назад, играть с «Факелом», потом опять в Ярославль. Мы как бы в один заезд, потом второй круг, будем три команды принимать дома. Вы сейчас чувствуете какую-то обратную реакцию от команды? Вот вы пришли, уже отработали с ними какое-то время. Ну они понимают меня, что я им говорю, объясняю, что мы на тренировках делаем. Ну я выстраиваю игру, вот, и естественно много занимаемся техникой, потому что без техники нет ни тактики, ни физподготовки. Вот, потом много этими качествами занимаемся, так же как и психологией. Так, и еще последний вопрос, к сожалению, в прямом эфире время у нас заканчивается. Коротко, чем отличается футболист вашего поколения от современного футболиста? Ну мы бы более мастеровитые были. Спасибо, Александр Федорович, за то, что пришли к нам в студию. Я надеюсь, встретимся еще раз. Спасибо. Я напомню, у нас в студии был главный тренер футбольного ваги НЕСЕ Александр Тарханов.